Перед отправкой автобуса в рейс обязательны водные процедуры. Каждый день в общественном транспорте Самары ездят около 200 тысяч жителей, поэтому его чистоту необходимо поддерживать ежедневно. С начала пандемии у специалистов транспортных предприятий появились и новые обязанности – дезинфекция салона. Для этих целей еще два года назад закупили порядка 200 килограмм специальных препаратов. Сейчас в связи с усилением работ по дезинфекции, ежемесячно тратят около 40 килограмм раствора на основе хлора и 60 литров перекиси водорода. Она нужна для протирки контактных поверхностей, поручней, стекол, валидаторов и сидений. Весь подвижной состав обрабатывается специализированными средствами, такие как хлорамин, сульфатохлорин, то есть это растворы с содержанием хлора, которые рекомендованы к использованию именно в местах, где может проявляться различные инфекции, заболевания и так далее, в том числе одобрены для применения на транспорте. Кроме дезинфекции и мойки подвижного состава, ежедневным стал и инструктаж экипажа автотранспорта. На предприятиях его проводят каждое утро. Старшие колонны проводят инструктаж с экипажами. Кондуктор-водитель предупреждается о том, что он обязан надевать защитные средства во время поездки и не снимать ее до момента заезда в автопарк. Говорят в том числе и о необходимости вакцинации. На предприятиях продолжается прививочная компания. Так, на сегодняшний день вакцинированы более 70% сотрудников трамвайно-троллейбусного управления и порядка 60% штата на предприятии, которые занимаются автобусными перевозками. Усиленная мойка и дезинфекция общественного транспорта – мера вынужденная и необходимая. Для этих целей на предприятиях даже закупили новые автоматизированные щетки. Ежедневное поддержание чистоты общественного транспорта особенно важно в ситуации непростой эпид-обстановке, которая сложилась в регионе. Михаил Ермоленко, Николай Епифанов. События.